Круговорот молока в хозяйстве. Еще не выливают, но и не продают. Спустя две недели забастовки у людей горы молока, сметаны и обещания от властей разных ведомств решить проблему. Вот такой ответ получили в Волчихинском районе. Снижение закупочных цен нарушением не является и контролировать цены власть не вправе. Когда в мае закупочная цена на молоко упала до 15 рублей за литр, люди стали бить тревогу. Но цена сейчас еще ниже – 14. Вот оно, мое вчерашнее молоко вечерешнее. Обрат пошел сегодня свиньям, собаки, а вот на творог. Не утонуть молочной проблеме призвано решение кривых властей о трехсторонней ответственности за стоимость сырого молока. Участники – владельцы личных подсобных хозяйств, закупщики молока и главы поселений. Данные документы отражают взаимные долгосрочные интересы сторон по цене, качеству и объемам поставок. А также создают правовое поле в вопросах реализации излишков сельхозпродукции у населения края. Администрация района должна быть ведущей в организации сбыта сельхозпродукции в своих поселениях и осуществлять регулирование взаимодействия между сдатчиками молока и закупщиками. Правда, действенность такой меры пока многие не понимают. Ну а каким образом на рынок повлиять административным ресурсам? Тем более, закупщики не у нас в поселениях находятся. Тут даже и не с района, а с других районов. Каким образом мы можем повлиять? Просто сказать, ну все, не опускайте цены. И скажут, мы тогда не будем просто закупать, да и все. Выход единственный, если подключится не местная администрация, а именно районная. И в теории такой документ будет помогать в судах при спорных ситуациях, например, при падении закупочной цены. Правда, в рамках соглашения ее еще нужно будет утвердить со всеми тремя сторонами. И вот здесь начнется самое интересное. На основании чего будет формироваться эта стоимость и чей голос будет решающим, возможно, все это пропишут в соглашении. Оно должно появиться в ближайшее время. Анастасия Драган, День с толком.